Светит солнышко с утра, на прогулку нам пора. Будем бегать по тропинке. Где же куртка и ботинки? Одеваться, если честно, очень даже интересно. Мальчики и девочки, собираться на прогулку – дело не только ответственное, но и очень увлекательное. Сомневаетесь? Тогда давайте познакомим с книжкой Елены Степановой «На прогулку нам пора» и послушаем забавные стишки про шаловливые шнурочки, теплый шарфик, послушную шапочку и о многих других предметах одежды. Надеемся, что услышанные истории порадуют вас, а предложенные упражнения немного развлекут. Не забывайте рассматривать яркие солнечные рисунки замечательной художницы Любови Ереминой Ноши. Открываем первую страницу книги и видим милого малыша. Он собирается идти гулять и уже надел красивую рубашку. Ой, а что это у него? Кто живет в кармашке? Кто живет в кармашке розовой рубашки? Маленький платочек, синенький цветочек. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на картинку и подберите нужную заплатку каждому платочку. Правильный ответ. Ребята, вам знакомы эти строчки? Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул руки, а оказалось, это брюки. Так торопливо и неуклюже одевался человек рассеянный с улицы бассейна, герой стихотворения Самуила Маршака. А вот персонаж Елены Степановой очень старательно готовится к выходу на улицу. Наши брюки не для скуки. И совсем не ради скуки мы достали эти брюки. Раз штанина, два штанина, одеваем гражданина. Веселый счет. Надевает наш сынок свитер-свитер-свитерок. Вот на счет и раз, и два показалась голова. Три-четыре мы старались. Вот и ручки показались. Согласитесь, с такими короткими стежками, где можно еще и посчитать, одеваться куда приятнее. Маленькие любознайки. Посчитайте правильно, сколько всего брюк изображено на картинке. А свитеров? Правильный ответ. Два свитера и четыре пары брюк. Мальчики и девочки. Иногда шнурки на наших ботинках по-настоящему шалят и озорничают. Они никак не хотят завязываться, а порой постоянно развязываются. Послушайте, что однажды произошло с одной девочкой. Непослушные шнурочки. На ботинках нашей дочки непослушные шнурочки. Два длиннющих тонких братца, им бы только развязаться. Не шалите, строго скажем, мы вас бантиком завяжем. Не переживайте, если пока не научились аккуратно шнуровать свои ботинки. Мама или папа обязательно вам помогут в этом непростом деле. И все получится. А пока нас ждет очередное задание. Найдите пару каждому по шмачку. Правильный ответ. В книжке Елены Анатольевны обычные вещи, необходимые для прогулки, становятся заботливыми и уютными друзьями. Добрый шарфик. Щечки пухлые и нос. Кто согреет нам в мороз? Кто обнимет нас зимой? Теплый шарфик с бахромой. Как нам с шапкой повезло? Похвалить нам шапку нужно. Да чего же ты послушна. Надеваешься не криво, очень смотришься красиво. Даришь с радостью тепло. Как нам с шапкой повезло. В холодную погоду и взрослых, и детей спасают шапка и шарф. Они и правда наши верные помощники и защитники от гриппа и простуды. Друзья, часто мы покупаем шапку и шарф вместе и носим их парой. Попытайтесь правильно составить комплекты, обращая внимание на узоры. Правильный ответ. Ребята, отгадайте, пожалуйста, загадку. Пять мальчиков, пять чуланчиков. Разошлись мальчики в темные чуланчики. Каждый мальчик в свой чуланчик. Верно, это пальцы и перчатки. В сборнике на прогулку нам пора. Вы встретите стишок и о домиках для пальчиков. Про шерстяные домики. На дворе сейчас зима. Есть у пальчиков дома. Нашим пальчикам, дружок, Ни почем теперь снежок, Да и ветер ледяной. Каждый домик шерстяной. Пришло время поиграть с нашими пальчиками. Повторяйте за мной движения и слова. Я перчатку надеваю. Я перчатку надеваю. Я в нее не попадаю. Сосчитайте-ка, ребятки, сколько пальцев у перчатки. Начинаем вслух считать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы! А теперь попробуйте сами. Сосчитайте-ка, ребятки, сколько пальцев у перчатки. Начинаем вслух считать. Раз, два, три, четыре, пять. Надеемся, что услышанные стихи порадовали вас, ребята. А привычные предметы одежды стали настоящими добрыми друзьями. Ведь со всеми ними можно поговорить и поиграть. Приглашаем в каковинку познакомиться с другими чудесными книжками Елены Степановой от издательства Энос-книга. Ну а сейчас скорее одеваться и на прогулку.